Привет-привет! Привет из вечернего Майами. Вот такой вот Майами. Фотографируются люди, прогуливаются. Очень классно, что дует ветерок с океана. Такой бриз, очень приятный. Тут такое здание, очень красивое. Это ресторан и отель. Надо отойти назад. Сейчас отойду назад, чтобы показать полностью. Все здание. Потому что здание очень красивое. Здесь, кстати, вот в этом месте такая, можно сказать, мини-мини Гавана. По домам, по ощущению. Плюс еще музыка испаноговорящая, испанская, латиноамериканская. Ну, в общем, как-то так. Прямо вот здесь ощущение, вот я сейчас термал ощущение, как будто бы я где-нибудь в Гаване. Так, что-то разбилось. Будем считать, что на счастье. И вот у нас есть тоже рестораны, кафешки. Время уже 8 часов. Люди пришли на ужин. И, соответственно, у нас уже закат достает. Здесь ветер не сильно мешает изглушать. Как раз таки с океана дует ветер. Очень-очень приятно. Потому что без ветра, без бриза. Это, конечно, просто круто. Сейчас очень-очень хорошо. Хотел показать вам, как у меня много подписчиков из России, из Беларуси, из Украины, из Казахстана. Хотел показать вам такой вот майамский вечер, спокойный. И очень-очень приятно. Музыка, ужин, люди красивые. Вокруг собаки. Вот там с собачкой гуляет мужчина. Собаки счастливые тоже вокруг. В общем, все хорошо, все замечательно. Вот такой депчел. В какой-то форме. Причем он не просто идет, он идет с колонкой. Если вы видите, у него в руках колонка. Это вот не такая фишка. Приезжают они из других штатов сюда и устраивают здесь танцы с бубнами. Ну, в общем, посмотреть, конечно, интересно. Но если вы живете где-то рядом, то это, конечно, тихий ужас. Ну, это, точнее, громкий ужас для вас будет. Абсолютно. Абсолютно точно. Вон тоже приезжие красотки гуляют. Улица называется Ocean Drive. Ну и, в принципе, здесь очень мало местного населения прогуливается. В основном, конечно же, туристическое такое место. Я здесь недалеко живу, поэтому, в принципе, тоже люблю ходить, прогуливаться. Либо периодически я беру велосипед и езжу вот по дороге на велосипеде. Абсолютно. Очень круто, очень здорово. Абсолютно. 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 Дерево. Посмотрите, не знаю, кто ботаник. Кто разбирается, что за дерево, что за плоды. Выглядят, как какие-то плоды, шишки или еще что-то. Типа ананаса. Но, как известно, ананасы не растут на деревьях. Они растут на земле. Но, кстати говоря, по листьям, если посмотреть, наверное, это какое-то их же семейство ананасовых, если такое есть семейство. Девушки делают целся. Но эта пальма тоже классная. Она еще не высокая, но уже с маленькими кокосиками. В принципе, здесь у нее такие прям большие-большие листья. Можно сделать классные фотки здесь, фотосессию. Что, кстати, многие делают. Прямо кайф, честное слово. Прямо гулять одно удовольствие. В том смысле, что прохладно немножко. Не прохладно, а ветер обдувает и не так душно. Здесь вот волосы кто-то оставил. Видимо, какая-то приезжая сильно загорелая девушка. Они любят надевать парики такие цветные. Видимо, полежала. И немножко, в общем, как-то полиняла она. Тоже здание очень красивое. Кавальер. Все тоже в таком испанском стиле. Латиноамериканском стиле. И флаг американский. Флаг, посмотрите, какой. Ну, в связи с тем, что здесь такие бывают ветры сильные. И этот флаг, наверное, не менялся уже, ну, лет пять, наверное, точно. Поэтому пришел в такую негодность. Облако красивое впереди, если видите. Очень. Прямо классно. Вот еще тоже персонаж. Босоногий. Все в Майами стабильно. Все в Майами стабильно. Хо-ро-шо. Ветер дует. Флаги американские развиваются. Их фотографируют девушки. Вот еще красивое здание. Желтое. Лафа. Красивое здание. Кстати, вот давно я не видел людей в масках. Видимо, приехали откуда-то из каких-то штатов. Может быть, даже из другого государства. Долгое время здесь, конечно же, приезжали люди. У нас уже давно во Флориде можно было не носить, не надевать маски. А вот, например, люди, кто приезжал из Латинской Америки, прямо можно было заметить, они везде и в магазинах, и на улицах ходили в масках. И это было необычно для местных. Конечно же. Идем в самое тусовное место дальше, по улице Ocean Drive. Там уже сейчас бывают всякие рестораны, бары и все прочее. Много-много людей. Все в суд там, вы видите уже по автомобилям. Все хотят проехаться по этой улице. Полиция, которая нас бережет. Полиция в бричках ездит. Девушка сидит. Девушка празднует девичник. Это очень популярно здесь ходить вот так вот. Где празднует девичник? Еще более популярным, наверное, является Лас-Вегас, куда тоже приезжают и мальчишник справлять, и девичник. Ну, это правда. Там, если гулять в обычные дни, можно много увидеть девушек, которые ходят с этими... с фатой. Ну, либо там как-то стилизировано, либо с такой надписью с ленточкой. Типа... Гудбай молодость. Ну, там что типа того. Скоро свадьба. В таком формате. В общем, как-то так. Такой вот вечерний Майами на улице Ocean Drive. Всем хороших выходных и хорошей рабочей недели предстоящей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok